Приветствую, друзья! Путинская Россия, образца 2023 года, это тоталитарная диктатура, ведущая войну с соседней страной и враждебная по отношению к большей части мира. Так было не всегда. Россия была совсем иной. А главной моей стране совсем не обязательно было становиться путинской тоталитарной диктатурой. Мы могли пойти совсем другим путем, но не смогли. За последние 30 лет, а я отчитываю этот срок с момента обретения России независимости, наша страна прошла много развилок. И слишком часто на этих развилках мы поворачивали не туда. Я думаю, что у всех нас есть понимание ключевых моментов в истории современной России, которые сопровождали путь от свободы к авторитаризму и дальше тоталитаризму. Расстрел парламента в 1993 году. Компания по переизбранию Ельцина в 1996 году. Назначение Путина преемником, разгон НТВ, убийство заложников в Дубровке и Беслане, президентская рокировочка Путина с Медведевым в Грузии, аннексия Крыма, вторжение Донбасса, наконец, обнуление Путина и война с Украиной. Это все важные и очевидные вехи в новейшей истории России. Но сегодня я хотел бы предложить вам несколько менее очевидные, на первый взгляд, события, которые стали важными поворотными точками на пути к тому пункту, где мы находимся сейчас. Итак, 10 неочевидных событий, сыгравших важную роль в истории современной России. В начале октября 1993 года противостояние между ветвями власти молодой Российской Федерации достигло своего апогея. Напряженное противоборство между президентом Ельциным и Верховным Советом вылилось в вооруженный конфликт на улицах Москвы. Хотя на самом деле ситуация была сложнее и неоднозначнее, эти события вошли в историю нашей страны как расстрел Белого дома. Кадры стреляющих по Верховному Совету танков и горящие здания Белого дома навсегда стали главной иллюстрацией событий 1993 года. Однако в тени вооруженного конфликта в столице осталось другое событие, которое на ход истории России имело гораздо большее влияние. На волне победы в противостоянии с парламентом Борис Ельцин вынес на всенародное голосование проект новой конституции страны. Эта конституция была написана конкретно под Бориса Ельцина и наделяла его очень широкими полномочиями. Новый основной закон ставил главу государства над всеми ветвями власти и закреплял неограниченную власть президента. В России устанавливалась суперпрезидентская республика практически без какой-либо системы сдержек и противовесов. 25 декабря 1993 года новая конституция вступила в силу. Эта редакция основного закона создала условия для монополизации всей власти в стране в руках одного человека. Так была задана историческая логика движения страны к авторитаризму и тоталитаризму. Так написанная под конкретные нужды Бориса Ельцина конституция в конечном итоге привела к тому, что в середине 2023 года в России больше нет независимого парламента, нет судебной власти, регионов, СМИ и так далее. А вся власть сосредоточена в руках одного человека, который больше всего на свете боится эту власть когда-нибудь потерять. 19 мая 1998 года ведущая оппозиционная фракция Госдумы КПРФ, тогда реально оппозиционная, а не декоративная, запустила процедуру импичмента. Основаниями для отрешения президента от должности стали пять обвинений. Развал СССР и Беловежские соглашения, разгон парламента в 1993 году, война в Чечне, развал армии, геноцид российского народа. 19 июня 1998 года была создана специальная комиссия, которая готовила заключение по всем пяти пунктам обвинения. Она заседала до февраля 1999 года. 15 мая 1999 года прошло голосование. Ни по одному из пунктов Дума не набрала необходимые 300 голосов. Из сегодняшнего дня пять пунктов обвинения для импичмента выглядят достаточно комично. Развал СССР и армии, геноцид российского народа – это как будто лозунги с малочисленного митинга пенсионеров-сталинистов. Тем не менее, в 1999 году по пункту о развязывании войны в Чечне за импичмент проголосовали 283 депутата, в том числе члены либеральной фракции «Яблоко». Это 63% депутатов. Для реального отрешения Ельцина от власти не хватило всего 17 голосов. Возможно, именно тогда Ельцин окончательно понял, что его главная и единственная задача на посту – обеспечить себя надежным преемником. Надежным не в смысле готовности бескорыстно служить стране и беспрекословно следовать закону, а надежным в смысле лояльным лично первому президенту и его семье, готовым на многое ради обеспечения их безопасности и сохранения их активов. Так преемником Ельцина стал глава ФСБ Путин, который был выбран Борисом Николаевичем и во многом семьей, тогда мы их всех знали как Таню и Валю, как человек, который готов обеспечить личную и имущественную безопасность семьи Ельцина. К чему этот выбор привел нашу страну и весь мир, мы можем наблюдать до сих пор. В середине 1999 года у Бориса Ельцина, его семьи и ближайшего окружения окончательно формируется план операции «Преемник». Эта роль отведена молодому, недавно назначенному главе ФСБ Владимиру Путину, который организовал секс-скандал с последующей отставкой неугодного генерального прокурора Скуратовичем и доказал свою лояльность семье Ельцина. Сейчас это звучит странно, но в 1999 году одной только лояльности семье действующего президента было недостаточно, чтобы стать преемником на посту президента, и Путину нужно было победить на выборах. Конечно, и тогда в руках действующего президента было очень много ресурсов, но личный рейтинг Ельцина был к тому времени практически на нуле, а узнаваемость и популярность Путина были приблизительно на том же уровне. А политическими оппонентами были значительно более известные и популярные бывший премьер-министр Евгений Примаков и мэр Москвы Юрий Лужков, имевшие к тому же солидную медийную поддержку. Вот как неизвестному и невзрачному ФСБшнику, которого поддерживает непопулярный и нездоровый президент, противостоять двум главным политическим тяжеловесам страны? Где черпать эту самую легитимность? 7 августа 1999 года на территорию Дагестана вторглись боевики под командованием Шамиля Басаева. 9 августа Ельцин снял с должности председателя правительства Сергея Степашина и назначил исполняющим обязанности директора ФСБ Владимира Путина, а еще официально объявил его преемником. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом 21 веке предстоит обновлять великую Россию. Боевики покинули Дагестан достаточно быстро. В тот момент населению было сложно продать еще одну полномасштабную войну в Чечне. Но внезапно помогла серия терактов в сентябре 1999 года. Произошедшие в нужный момент взрывы жилых домов унесли жизни сотен жителей в Москве, Буенакске и Волгодонске. Эти теракты помогли полностью поменять нарратив и превратить войну в Чечне в борьбу с терроризмом, благодаря активной пропаганде которой рейтинг Путина рванул вверх. В декабре 1999 года провластная партия «Единство» на волне поддержки антитеррористической операции обгоняет партию Лужкова-Примакова на выборах в Госдуму. А в марте 2000 года Путин с 52% голосов побеждает в первом туре президентских выборов. С этого момента Путин никогда больше не уходит от власти. И каждый раз, когда у него случаются проблемы с легитимностью, он вспоминает успешный опыт 1999 года и решает проблемы при помощи войны. Так было в 2008 году с войной против Грузии, в 2014 с аннексией Крыма и войной на востоке Украины. И тот же самый сценарий, только в более крупных масштабах, был реализован 24 февраля 2022 года. Именно опыт 1999 года сделал возможным сегодняшнюю войну против Украины. С начала Второй Чеченской войны Путин считает, что война – это крайне эффективный способ решения своих политических проблем. И он уже вряд ли поменяет этот подход. В 2003 году Путин, как это мне уводится, решал весьма локальную, тактическую для него проблему. Во мне он видел сильного оппонента, обладающего серьезными ресурсами. Насколько он был прав в этой оценке? Ну, только отчасти. Не во всем. В начале 2000-х я, конечно, не был системной угрозой для личной власти Путина. Да, у меня были другие политические взгляды, да, были принципы. Но политических амбиций не было никаких. Да, я уже тогда выступал за переход к парламентской республике, вскрывал факты коррупции во власти. Но в целом я занимался бизнесом. Спонсировал просветительские образовательные проекты и поддерживал существующие демократические партии. Ничего из ряда вон. Но Путин увидел во мне соперника. Во-первых, прозрачности и транспарентность, которую мы культивировали в Югсе для своих абсолютно коммерческих целей, контрастировалось с неподотчетностью и необъяснимым обогащением власти. Во-вторых, вскрывая коррупцию в путинском окружении, я совершенно случайно наткнулся на его личные многомиллионные откаты. Ну и в-третьих, мою поддержку демократических партий Путин считывал как личные политические амбиции. В общем, к концу весны 2003 года Владимир Путин принял решение расправиться с политическим оппонентом. Так началось дело Югса. Избавиться от нежелающего уезжать и активно доказывающего свою невиновенность оппонента оказалось не так уж просто. В итоге меня, конечно, посадили в тюрьму. Но для этого пришлось наплевать на законы, поставить в полную зависимость суды, переписать правовые нормы, захватить заложников, применять к ним пытки, разрушить лучшую крупнейшую нефтяную компанию страны и надолго подорвать деловой климат. Дело Югаса начиналось как разборка с конкретным оппонентом Путина. Затем это перешло в показательное дело по демонстративному наказанию непокорных, а после превратилось в крупнейшее мародерство и раздербанивание активов. И в результате во многом предопределило вектор развития страны. В ходе дела Югаса Путин сделал окончательный выбор в пользу силовиков, как опоры своего режима. Именно с этого момента силовики превратились в опричнину, которая выполняет личную волю царя, а взамен получает неприкосновенность, неподсудность и право грабить всех остальных. Путин выбрал силовиков, а опора на силовиков во многом привела страну туда, где мы находимся сейчас. 1 сентября 2004 года террористы захватили школу номер один в Беслане. В заминированном здании несколько дней удерживалось более тысячи заложников, в основном дети. Кремлевская пропаганда намеренно преуменьшала число заложников, чем ухудшила положение детей. Вскоре стало понятно, что успешные переговоры с террористами возможны лишь при посредничестве сторонника независимости Чечни Аслана Масхадова. Чтобы не допустить участия в переговорах Масхадова, был отдан приказ на штурм здания. Это был именно штурм захваченного здания, а не операция по спасению заложников. В результате по заминированному зданию был нанесен удар из тяжелого вооружения. Заложенные террористами бомбы сдетонировали, вызвав взрывы и пожары. При штурме школы погибло 334 человека, из них 186 детей. Поразительной была реакция Путина на террористы. Главной террористической мерой стала отмена прямых выборов глав регионов. Вместо этого губернаторов стали избирать региональные парламенты по представлению президента. Конечно, отмена выборов глав субъектов федерации не имела вообще никакого отношения к борьбе с терроризмом. Путин цинично воспользовался страшной трагедией, чтобы укрепить личную власть и лишить российские регионы остатков самостоятельности. Отбирать у людей право избирать руководителя в своем собственном регионе, мне кажется, что это ошибка. Это ошибка, потому что, во-первых, какой-то элемент неуважения к избирателям мы проявим, за них будем решать, кто должен ими руководить. Это понизит ответственность местных руководителей за результаты их труда. С тех пор правила региональных выборов менялись, но главы большинства субъектов федерации перестали быть независимыми политиками и превратились в региональных чиновников подотчетных Кремлю. Самостоятельные российские регионы и федерализм, балансирующие центральную власть и стоящие на пути централизации и авторитаризма, перестали существовать. В феврале 2007 года и в апреле 2008 года Путин выступил с двумя громкими речами. Сначала на Мюнхенской конференции по безопасности, а затем на саммите НАТО в Бухаресте. Президент России высказался по вопросам расширения НАТО на восток, гегемонии США в мире, а также обозначил свои геополитические притязания на постсоветское пространство. Выступления Путина по большей части были восприняты как заигрывание с ностальгией по Советскому Союзу и как странные, но безобидные заскоки ветерана КГБ. Однако, как теперь уже понятно, эти речи, что в Мюнхене, что в Бухаресте, были гораздо более содержательными, более продуманными и программными, чем казалось тогда. Появление на наших границах мощного военного блока будет воспринято в России как прямая угроза безопасности нашей страны. Путин, чей второй президентский срок подходил к концу, обозначил новый вектор внешней политики. Его слова звучали как программа на десятилетие. Теперь мы понимаем, что эта программа разрабатывалась под себя, а не под кого-то еще. Мы видим все большее принятие прижения основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и по сути во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государством. Ну кому это понравится? Кому это понравится? Уже в Мюнхене Путин обозначил НАТО и США как военно-политических противников и говорил с Западом с позицией ультиматумов. На саммите в Бухаресте, напомню, это за несколько месяцев до вторжения в Грузию, Путин пригрозил признанием независимости Абхазии и Южной Осетии. Но самые важные слова прозвучали в Бухаресте в адрес Украины. Путин заявил Джорджу Бушу, что Украина это не государство, что восточная ее часть состоит из подаренных России земель, а западная относится к Польше. В апреле 2008 года, за 14 лет до начала полномасштабного вторжения в Украину, Путин обозначил свое непризнание самого права на существование украинского государства. Мюнхенская и бухарестские речи не прошли незамеченными, но были восприняты и в России, и в мире, как чудачество уходящего президента и заигрывание с ностальгирующим по Советскому Союзу электоратом. А это был на самом деле разворот во внешней политике и пошаговая программа на будущее. Президентство Дмитрия Медведева было встречено с надеждой и оптимизмом. Молодой, современный, образованный, либеральный, к тому же явно выигрывающий по сравнению с другими претендентами на статус преемника. Напомню, что перед окончанием второго и, как тогда надеялись, последнего срока Путина, он долго сохранял интригу, кого поддержат на свой пост, Дмитрия Медведева или Сергея Иванова. И молодой, никогда не служивший в органах, юрист явно выглядел предпочительнее, чем очередной КГБшник с проблемами в биографии. К тому же молодой юрист говорил очень правильные, хотя и банальные вещи. От президентства Дмитрия Медведева ожидали либерализации и модернизации. Собственно, сам выбор Медведева на пост президента считывался обществом как обозначение нового, более свободного и демократического курса страны. Увеличение президентского срока с 4 до 6 лет никак не вписывалось в представление о новом курсе и демократизации. И совсем странным отказалось в качестве одного из первых шагов нового президента. Либеральный и демократический президент начинает свое правление с такого вот антидемократического решения. Это было настолько странно, что общество предпочло не слишком рефлексировать на этот счет. А зря. Очевидно, что такое решение не могло быть принято без согласования со стороны старшего товарища. Под кого увеличивались президентские сроки, ну это мы теперь отчетливо видим, бесконечно наблюдая цепляющегося за власть деда. При Путине ни одни федеральные выборы не были полностью честными. Творческий подход при регистрации кандидатов, админресурс, вросы при голосовании, лояльные власти избирательной комиссии. Эти составляющие в разных пропорциях были всегда. Но заметные фальсификации на парламентских выборах 2011 года привели к небывалым протестам и к серии самых массовых митингов в истории России 21 века. Спонтанно начавшиеся акции за честные выборы переросли в многотысячные митинги на площадях и улицах Москвы. 24 декабря 2011 года на проспекте Сахарова собралось больше 100 тысяч митингующих. Выступавший на сцене Алексей Навальный подметил, что такого количества протестующих достаточно, чтобы прямо в этот момент войти и взять Кремль и поменять власть. Я вижу здесь достаточное количество людей, чтобы взять Кремль в Белый дом прямо сейчас. Кремль действительно взять могли, но не стали. В этот день власть реально могла перейти к демократической оппозиции. Этот день оказал влияние на историю России тем, что судьбоносное событие тогда так и не произошло. И история пошла другим путем. Массовые митинги продолжались еще несколько месяцев, закончились протестом на Болотной площади 6 мая 2012 года. Этот день стал очевидной точкой отчета для массовых репрессий в отношении оппозиции. Путин вынес урок и больше такой угрозы со стороны демократической оппозиции уже не допускал. Наверное, мало какое событие за пределами нашей страны оказало такое влияние на новейшую историю России, как Киевский Майдан 2014 года. Историческое значение происходившего на улицах украинской столицы было понятно сразу. Именно поэтому я тоже, например, не мог не приехать туда. Но все же это было внутри украинской истории. Украинский народ, разгневанный обманом жуликоватого президента Януковича, вышел на улицы столицы и поменял власть. Казалось бы, почему это должно изменить историю России? При нормальном государственном устройстве все решают институты. Парламент, суды, правительство, выборы, медиа. При авторитаризме все зависит от одного человека. В том числе зависит от его страхов, комплексов, заблуждений, идеологии. Украинский Майдан одновременно лично травмировал Путина и открыл перед ним новое пространство возможностей. Путин испугался. Испугался того, что народ может поменять власти не где-то в Африке или в Южной Америке, а вот совсем рядом, под боком. Такой же народ, такую же власть. Он испугался вида и судьбы Януковича, жалкого на своей пресс-конференции в Ростове, жалкого со своим золотым батоном, со своей усадьбой в Межигорье, по которой теперь водят антикоррупционные экскурсии. Путин обиделся. Обиделся на Запад, который, по его мнению, подло из-под тяжка, практически во время его путинской олимпиады, инспирировал революцию в Украине. Путин же не допускает, что революции делает народ. Нет, только Запад. Ему Путину назло делает и в его зоне влияния, как он воспринимал Украину. Наконец Путин увидел окно возможностей. Доказать Западу, что с ним надо считаться, доказать истории, что он не случайный казнократ на троне. Отомстить Украине и повысить свой рейтинг. Так случилась аннексия Крыма. Ее бы не было без Майдана, а без аннексии не было бы всего произошедшего после. Крым стал точкой невозврата российской истории. Путинские поправки в Конституцию тяжело назвать неочевидным событием в истории. Обнуление сроков по итогам голосования на пенигах помнят все. Тогда вот почему мы поместили это событие в перечень неочевидных. Терешковская инициатива об обнулении сроков Путина, безусловно, стала самой яркой частью изменения Конституции. Но этим значение произошедшего не исчерпывалось. В результате права к основному закону мы остались без государства. Конституция превратилась в лоскутное одеяло из противоречащих друг другу статей. Все ветви власти скрепились с совместным преступлением, заведомо беззаконным попранием основного закона. Все народное голосование демонстративно превратили в цирк, в котором отсутствовала даже видимость прилечий. В Конституцию внесли наспех слепленную из обрывков домостроя и неграмотных исторических работ идеологию. Причем не убрав из основного закона статью о недопустимости государственной идеологии. И все это действительно венчало норму о пожизненном правлении конкретного человека. В 2020 году не просто были обнулены сроки Путина. Изменением Конституции была разрушена сама ткань российской государственности. Обнулены все легитимности и законы. Эти поправки не просто закрепили власть Путина. Они сделали возможным все произошедшее потом, включая несправедливую захватническую войну против Украины. Счастливо вам! Наша страна долгие годы шла по пути к тоталитаризму. Надеюсь, что смена направления уже совсем близко. Продолжение следует...